здравствуйте друзья телеканал ост-вест передача берлинские окна у нас гостя сергей медведев сергей ты лидер организации некоммерческой организации из берлина под названием декабристы привет сергей привет всем добрый день поговорим о твоей организации поподробнее но начать хочется вот с того сейчас когда тебя не знакомые люди свыше твое имя и фамилию и собственно спрашивают откуда ты сергей или откуда вы ты отвечаешь ты добавляешь что-то ты говоришь я там из россии но я против войны или я не поддерживаю путина или это как бы и так понятно или это делать не надо как тебе кажется да очень классный вопрос наверное действительно все люди которые неважно из россии из украины из беларуси потому что bio немец как бы как правило не различить откуда ты действительно и и язык не различить но могу одну историю рассказать несколько недель назад ехал на интервью в такси и сажусь так 7 а сергей 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 я только понимаю окей но сейчас я с таксистом еще только не обсуждал политику и он не начинает рассказывать что конечно какой путин плохой но нато поэтому нет я стараюсь честно говоря не входить в какие-то глубокие разговоры с там с людьми которых я не знаю потому что ты разговариваешь о политике 24 на 7 на работе ты читаешь это в медиа ты читаешь твиттере ты обсуждаешь со своими родственниками которые эти обсуждения очень эмоционально проходят поэтому конечно хочется иногда конечно ограничивать себя но эта тема которая всех нас преследует и эта проблема не только украины и европы россии но и германии в том числе германия несет огромную ответственность за весь политический кризис который есть сейчас в восточной европе ух это интересная мысль мы ее к ней вернемся но то есть все русскоязычное комьюнити или украина язычная все выходцы из ссср бывшего так или иначе этой войной затронуты да то есть избежать этого нельзя ну как бы наверное говорю банальности но подтверди мне это я не знаю ни одного человека который мог бы просто оградиться ограничиться от этой темы я не знаю это нужна выдержка это нужно заниматься 10 лет дзеном но это касается нас в плане граждан да мы все интересуемся что происходит в мире это касается нас как выходцев там рожденных в ссср неважно в какой стране да но для украинцев это трагедия личная для многих россиян это боль стыд и просто какой-то дезерентация особенно для тех кто живет в россии или который недавно приехал и ну и конечно для белорусов для других людей для там поляков людей стран балтии конечно это все огромная угроза безопасности и все непонятно чем закончится когда ты слышишь сейчас вот появилось такое выражение хорошие русские или нормальные русские те кто не поддерживают войну как ты к нему относишься охрана какой не знаю что такой хороший русский хороший немец хороший турок но если ты поддерживаешь войну я считаю что ты как минимум несешь часть ответственности ты себя ассоциируешь с военным преступником с путиным и совсем преступным режимом который в россии сейчас как бы пытается захватить другую страну с режим который травил у себя оппозиционеров и политиков который нарушает ежедневно права человека поэтому если ты сознательно как бы хочешь оставаться путинским патриотом то ты берешь на себя часть ответственности организация которую ты возглавляешь на в принципе родилась в борьбе с этим режимом тогда около 10 лет назад или ровно 10 лет назад так ведь это да ну уже наверное организация 10 лет и все получилось относительно случайно мы вышли 10 декабря 2011 года к российскому посольству в берлине в берлине да и я тогда учился здесь на магистра политологии в принципе не очень занимался российской темы у меня другие темы там были мы оказалось что три демонстрации сделано в один день и мы когда мы туда пришли туда пришло 1 на 1000 человек большинство из них я тогда не знал дмитрий в рубе сергей невский русскоязычная комьюнити такая интеллигенция которую мы все знаем также немецкие политики журналисты потом я уже листал спустя пять лет фотографии дум и ты здесь был и ты здесь был и половина моих друзей которые сейчас есть были все на этой демонстрации но и спустя несколько месяцев после того как мы делали акции солидарности мы начали делать какие-то дискуссии небольшие выставки совместно с другими более опытными организациями а потом спустя полгода просто решили что мы хотим продолжать эту работу продолжать ее более как-то устойчиво сделали когда появилась информация о том что путин снова станет президентом ледумские выборы но это по сути наверное уже период 6 мая 2012 года стало понятно что все это надолго и у нас не было большого опыта но было очень много эмоций желание что-то делать и поэтому мы параллельно своей работой учебы я тогда в академии работал в свп занимался больше исследованиями мы начали придумывать какие-то форматы для того чтобы сохранить диалог или его даже как бы усилить между гражданским обществом между медиа журналистами новыми оппозиционерами которых тогда очень много возникло и они вышли из своего вот это вот уютненького московского мир как бы на такую по крайней мере временно ну какую-то федеральную политику и мы просто хотели сами понять а что происходит потому что тоже тогда события достаточно динамично развивались и потом пришел крым потом пришел донбасс и мы поняли что пришел полный как бы и тогда у нас многие тоже ушли у нас даже было пару человек которые сказали что вы русофобы и вышли из нашей организации когда мы начали критиковать аннексию и у нас такие пару раз ups and downs были но с 15 года мы делаем много образовательных программ по политическому образованию по последние три года по феминизму по поддержке журналистов и в принципе цера целая такая большая палитра различных направлений но основная цель это поддержка гражданского общества и развитие международного сотрудничества и как никогда нам кажется сейчас очень важно преодолевать вот эту изоляцию в которую путин лукашенко свои страны как бы свое общество окунает и мы должны делать все чтобы сохранять этот диалог на уровне гражданского общества пока это возможно да поговорим о том возможно ли это но ты уже два раза в разных контекстах сказал об ответственности в том числе об ответственности германии она тут в чем выражается ответственность германии выражается не в том что она напала 80 лет назад на советский союз в этом безусловно есть ответственность но этим занимаются историки и общество и политика примирения она хорошо работала и конечно германия является таким эталоном вот это вот новой политики примирения ответственность германии в новом конфликте естественно состоит в том что германия пренебрегла всеми предостережениями экспертов по восточной европе в четырнадцатом году в пятнадцатом и шестнадцатом построила вторую трубу с путином продолжала наращивать объемы торговли и сделать бизнес из южил когда все с путиным было понятно он уже начал начал войну он дестабилизировал регион и и по сути германия поставила под угрозу энергетическую безопасность не только своей страны не только нашу но и всей европы и сейчас мы пожинаем эти плоды и сейчас невозможно сделать те самые болезненные санкции которые бы привели более быстрому окончанию войны трубу она начала строить действительно после крыма да то есть если мы удивительно меркель же никогда не казалось большим другом путина но получается вот как-то исторически если на это взглянуть этот период с 15 по 21 год да пока она была у власти в принципе довольно благоприятный хороший период вполне себе расцвет российско-немецких экономических по крайней мере отношений получается так вот ты правильно сделал акцент экономических отношений было хорошо только немецкому бизнесу концерном которые зарабатывали огромные деньги за счет дешевого газа нефти угля и это касается не только немецкой политики в отношении россии но в отношении китая в отношении саудовской аравии германия привыкла вести такое мы у нас пацифистская внешняя политика мы ни за что не отвечаем мы в НАТО мы в евросоюзе но мы по максимуму получаем бенефиты от торговли с авторитарными режимами для того чтобы наша экономика росла создавались рабочие места и если посмотреть как благосостояние немцев выросло за последние 20 лет то это в том числе как бы идет за счет государств небольших как украина когда как бы бизнес лоббирует свои интересы что мы должны зарабатывать максимально больше конечно люди у людей растет зарплата но пренебрегаются вопросы прав человека экологии тот же самый уголь и газ и нефть как зарабатываются в когда заливаются территории индигенных народов которые не восстанавливаются потом когда выселяют целые деревни в кузбассе чтобы уголь дальше добывать и возить его сюда к нам в эстхаффен грузить чтобы нам здесь тепло было я надеюсь сейчас в этой страшной ситуации в войне хотя бы не германия не только на уровне политики на уровне общества поймет что мы не можем себе больше позволить дешевый газ и нефть потому что мы его позволяли себе последнее время за счет других государств которые как бы россия дестабилизировал это очень сложный процесс но он начался слава богу он должен был начаться в четырнадцатом году но он начался спустя восемь лет но тут можно спросить как немецкое правительство тоже может предсказать когда какой режим автократический режим или тоталитарный режим сойдет с ума и начнет вот так вот действовать как сейчас российский то есть ну где наш министр экономики хабок сейчас ищет газ да ну на аравийском полуострове да там тоже как бы не режим не те режимы которые там прям лгбт защищают и другие народы какие-то не обижают никак это да действительно мы попали в ситуацию когда нужно выбирать между чумой холеры и хабок в том числе пытается решить те проблемы которые ангела меркель и особенно социал-демократы во главе с главным лоббийстом бывшим канцлером герклором шрёдером создавали последние 20 лет в плане меркель последние 16 лет и естественно быстрого хорошего решения сейчас не может она быть или плохой или очень плохой поэтому приходится разговаривать с другими диктаторами из катера но долгосрочно нужна политика который включает сюда не только максимальное извлечение прибыли но экологические социальные и правозащитные концепции и эти концепты уже давно разработаны он например повестка 2030 цель устойчивого развития по которым тоже наша организация работает и делает мониторинговые компании и анализы публикуют что не может просто сейчас экономика развиваться нужно в купе все смотреть и для того чтобы предотвратить следующие конфликты необходимо создавать условия когда к рабочему к торговому договору прикрепляются условия по соблюдению экологии где добываются эти природные ресурсы по соблюдению трудовых прав граждан которые работают на этих предприятиях и частично подвижки уже есть но они точечные нужна новая политика но нужен новый дел и этот новый дел должен быть на уровне европейского союза принят чтобы долгосрочные договоры особенно странами которые признаны авторитарными режимами или гибридными режимами заключались вместе с приложениями по мониторингу прав человека и экологии со стороны гражданского общества и только тогда мы сможем себя обезопасить или по крайней мере у нас будет возможность увидеть эти красные лампочки которые будут гореть за еще может быть несколько лет до начала войны или какого-то конфликта и попытаться на них отреагировать пока еще мы не довели все до состояния войны как сейчас в украине кажется немецкой власти все-таки выбрали другой путь это не путь мониторинга а путь вооружения до 100 миллиардов евро только в этом году это ну деньги которые с трудом можно себе представить даже для такой богатой страны как германия конечно понятно что это плата в том числе за дешевый газ и наверное доходы которые германия получала с этого теперь она с избытком потратит вот на пушки и как бы танки и так далее как ты на это смотришь сложный вопрос и не мент если посмотреть на немецкий бундесвер он на самом деле не дееспособный был и до сих пор остается право больше половины танков просто не ездит часть вертолетов не летает часть вооружения она просто не не работает и все и как бы много докладов об этом уже писалось огромные деньги тратились на бундесвер но он не дееспособный по крайней мере для того чтобы остановить такую страну как россия очевидно и никто не хотел верить конечно что в 21 веке у нас еще будет война которая будет вестись по учебникам второй мировой войны с вот этими окопами с танками какими-то в грязи застревающими и но реальность нас опередила как бы она такая какая она есть и конечно бундесвер должен быть боеспособной армии я надеюсь что он никогда не сможет ее применить но к сожалению это та страховка которую мы должны платить для того чтобы обеспечивать нашу безопасность и в этом отношении германия должна разделять также ответственность с другими странами это не только задание германии как бы поддерживать безопасность в восточной европе но и здесь конечно активность нато должна также нарастать и нужны новые концепции как бороться с новыми угрозами как в европе также так и в китае давай берлине нашим чуть-чуть поговорим мне кажется что хотя бы из-за беженцев то есть не только из-за того что с полок исчезла там подсолнечное масло но и из-за тех поездов из пшемыслия и варшавы которые приезжают каждый час на берлинские вокзалы привозят тысячи беженцев такое ощущение что ты немножко вот в таком при фронтовом городе живешь да наверное это ощущение здесь больше чем даже если ты сейчас москве или петербурге да где все таки ну видимость понятно что макдональдс закрывается какой-нибудь зара закрывается но при этом какая-то остальное то ну более менее остается такое такое же что с нашим берлином будет останется ли он вот таким вот при фронтовым важным центром и центром чего я надеюсь он останется и он останется таким в том смысле что будет такая огромная солидарность во всем обществе и такой солидарности по вопросам которые касаются внешней политики до война в украине которая как бы ну вроде тоже в европе находится но все-таки далеко никогда не было не было ни во время кризиса беженцев 2015-2016 году не было во время первой российско-украинской войны и то что мы сейчас видим на каждом третьем здании балконе висят украинские флаги то что мы слышим все больше украинской речи на улице это конечно последствия этой войны но то солидарность те суммы денег которые немцы переводят на фонды даже армии украинской или на фонды для закупки медицины которые стоят и даже может быть первый раз пошли волонтерами постоять в вокзал и приняли у себя беженцев и страдают сами не могут спать не могут им помочь и за языка не понимают и сейчас конечно это будет все дальше как снежный ком развиваться что действительно будут большие проблемы но это очень важно и немцы конечно в этом отношении ну или мы все в германии да не важно там немцы люди живущие в германии понимают ответственность принимают и и пытаются что-то делать и это очень классно и такой берлин я люблю ну такой берлин мы все любим действительно немножко кажется уточнулся от этого нашего коронавирусного двухлетнего состояния до когда жители в принципе сидели по домам и немножко боялись вот это вот загадочной болезни которая ну в конце концов сейчас несмотря на такие цифры заражений кто о нем вспоминает в принципе да ну вот это как бы вот это вот состояние города когда все бегают волонтерят создают какие-то фонды гуманитарную помощь отсылают фурами на восток и так далее он как-то действительно больше наверное похож на тот берлин который мы с тобой помним когда здесь оказались там 10-15 лет назад но все-таки если у тебя чувство что немцы готовы существенно поступиться ограничить урезать свой уровень жизни в том числе принимая эту ответственность или одно дело флаг украинский повесить и пару дней сходить поволонтерить и другое дело но действительно отказаться от российского газа совершенно понятно что это увеличит счета за отопление ну на десятки процентов ну это очень хороший вопрос и я думаю здесь он частично индивидуальной кто-то готов конечно оставить свой дом и дать украинской семье полностью самому жить в вагончике рядом кто-то переводит 50 евро и потом рассказывает насколько он солидарен с украинцами и с украинками какой путин плохой и какая политика плохая да и здесь как бы ну все люди по-разному реагируют на кризисы и все люди по-разному как бы ангажируются как-то мы говорим да то есть волонтерами где заслужат или конечно это большой челлендж и он больше чем в пятнадцатом году я знаю что многие мои знакомые говорят мы переведем куда-то но я не могу сейчас вот принять даже с ней комната потому что у меня самого психологическое состояние нестабильно и если я приму кого-то семью я с ними не смогу разговаривать я не знаю насколько это долго то есть у людей конечно много страхов есть страхи в плане экономики конечно когда бензин у тебя растет на 20-30 процентов в течение нескольких дней а ты должен ездить на работу и ты не получаешь больших денег конечно много очень вопросов есть пока что политика пытается на них отвечать но все-таки мы находимся где-то вот на первом этапе кризиса я не имею ввиду войну в украине а кризис который теперь уже всю европу мил и и пока что конечно долгосрочных концепций нет но помимо страхов и помимо опасений за свое будущее конечно есть вот это вот сильное чувство солидарности и мне кажется многие все-таки готовы идти на жертвы и готовы как бы ставить батареи на один с половиной а не на три и все-таки экономить и таким образом как бы сделать свой небольшой вклад в поддержку и по крайней мере вот в солидарность да но и мы видим насколько в городе все-таки в принципе не хватает жилья до насколько он уже даже и до этой ситуации до беженцев насколько он перерос свои границы и свою вот это вот что не говорить того что не говорит довольно устаревшую инфраструктуру насколько он выбирается за пределы вот это берлинского кольца и все-таки как бы ну нет места принципе да берлин не резиновый вместе с тем совершенно понятно что он становится и политический и экономический как-то социально культурно таким мегаполисом который ну не знаю 10 миллионов спокойно должен может по крайней мере там принять жителей я не уверен насчет 10 миллионов я не думаю что здесь есть инфраструктуры достаточно в том-то и дело что нет еще помимо да помимо домов нужно детей сразу отдавать школы а как мы знаем приезжают мамы с детьми часто и школы не готовы социальные центры и представительство города не готовы обслуживать катастрофически не хватает людей с украинским и русским языком как на вокзалах над соби так и в центрах для перевода поэтому мы постоянно постим призывы приходите если вы знаете украинские русские особенно приходите на главный вокзал даже без регистрации вам там объяснят все вы очень нужны прямо сейчас и даже если вы сразу не поможете но мама с дочкой из одессы которая четыре дня провела в автобусах и в разных поездах через польшу ехала уставшая который может быть не было возможности помыться даже она услышит какую-то родную речь и чуть-чуть будет спокойнее от этого а скорее всего вы еще объясните как проходит регистрация когда ей дадут социальное пособие и так далее это крайне важно это то что мы русскоязычный или украиноязычная комьюнити должны сделать сейчас как тебе кажется то есть с украинскими беженцами все более менее понятно границы открыты что делать с россиянами которые против войны которые сейчас с риском для жизни что-то постят соцсетях или вообще молчат по понятным причинам но пытаются куда-то выехать но это не как политические беженцы мы с тобой понимаем что довольно непросто получить убежище да то есть недостаточно быть против войны недостаточно быть против режима это многие границы закрыты виз визу получить в евросоюз но практически невозможно или очень трудно но если ты получишь туристическую то что тебе это даст да ты должен будешь вернуться если эта проблема что делает таким людям или действительно оставаться в россии бороться там как говорят многие представители допустим украинской диаспоры ну русские это новые немцы говорят сейчас и если они уезжают за границу их там воспринимают как немцев в конце сороковых 50-е годы представители страны агрессора и никто не разбирается выходил ты последние 10 лет на митинге против путина или даже там писал антикоррупционные статьи мы это видим в грузии да как пытаются различным способом как бы ограничить въезд россиян и это огромная проблема россиян мало где ждут но конечно россиян нужно поддерживать и не только тех которые напрямую критично высказывались и были частью гражданского общества в принципе россии в россии многие люди дезориентированы люди не понимают куда это все ведет они понимают что очень плохое будущее их ожидают те которые последние годы работали в amnesty international других and jo каких-то овдинфо или писали в доксу они конечно должны покидать сейчас страну если они хотят или всеми способами мы в том числе должны помочь им обеспечить безопасность огромная проблема по предоставлению виз германия несмотря на то что сделал заявление по предоставлению упрощенный режим виз для журналистов это все наталкивается на вот эту самую немецкую бюрократию на местах в консульствах санкт-петербурге в москве буквально сегодня с утра нашему партнеру четвертый раз отказ пришел по получению обычной краткосрочной визы на въезд сюда на семинар по айти безопасности казалось бы да ну нужно все дело для поддержки но есть очень много факторов которые нам очень сложно тоже переломить также как в беларуси в двадцатом году сейчас нужно обязательно делать программу гуманитарных виз для тех кому грозит угроза их семьям грозит угроза нужно перевозить сюда давать стипендии помогать с поиском жилья трудоустраивать в университет и благо со стороны гражданского общества медиа университетов есть программы которые говорят мы вас возьмем с удовольствием будете вести здесь семинары но помощи в том числе экспертов по восточной европе и политики сейчас тоже очень важно поэтому очень важно сейчас консолидировано работать и безусловно в первую очередь помогать украине чтобы война как можно скорее закончилась и мы потом начали также вместе работать над восстановлением городов инфраструктуры помощи людям но также не забывать гражданское общество россии беларуси которая конечно приведет рано или поздно к изменению режима там и точно не закрывать глаза когда начнутся новые чистки и начнутся новые преследования но и последний вопрос задам твоя организация была одним из организаторов фестиваля красная площадь red square да это был за пределами постсоветского пространства один из самых больших фестивалей восточноевропейской культуры как мне кажется по масштабу по влиянию по значению там группы музыканты писателей из россии из украины с белоруссии откуда угодно несколько дней мероприятия брат навального олег навальный да там много имен давай даже не будем начинать их перечислять как тебе кажется это все мы эту идею хороним или может после войны снова появится такой фестиваль будет ли он уместен спасибо за такие теплые слова это действительно был классный фестиваль мы выделали на коленке но удалось несмотря на ограниченные ресурсы действительно сделать что-то новое объединить художников политиков кинорежиссеров активистов вместе и два в течение двух дней пообсуждать наше будущее мы приостановили фестиваль из-за короны потому что мы попробовали в гибридном формате сделал было очень тяжело мы обязательно или его или другом формате восстановим потому что диалог после войны обязателен диалог между российскими журналистами и украинскими журналистами возможен как раз на нейтральной территории и берлин идеальным местом для этого является сейчас не время но я уверен что через год через два потребность в общении с со всех сторон будет потому что нам нужно вместе думать как мы будем выстраивать новую украину россию белоруссии в том числе какую роль здесь может и должна сыграть германия спасибо большое сергей я чувствую в тебе злость но вместе с тем чувствую в тебе и надежду и в принципе ты кажется настроен менее апокалиптические нежели многие сейчас политические эксперты это как-то приятно спасибо за приглашение да действительно моя злость она как у rage against the machine против системы я действительно слушаю спустя 20 лет снова их спасибо за приглашение мы победим да друзья спасибо вам большое тоже включайте rage against the machine мы победим и до встречи